МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тебе во вред. Местный житель утонул во время транспортировки компании через реку на лодке. Экономили на налогах. Два года перевозчик не выдавал чеки пассажирам. Страшное решение или трагическое стечение обстоятельств следователи выясняют причиной гибели двух женщин в Бобруйске на железной дороге. Оба ЧП произошли в один день, 24 июня. 4.56 утра. На 348-м километре между автомобильным путепроводом и переездом на улице Орджоникидзе машинист грузового состава поезда сообщения Масипович и Гомель заметил на путях женщину и применил экстренное торможение. При приближении он, само собой, подавал звуковые сигналы. Она на них не реагировала. При приближении локомотива непосредственно к ней закрыла голову руками и, собственно, произошел наезд. После того, как поезд уже остановился, женщина оказалась под девятым вагоном поезда. На место была вызвана бригада скорой помощи. На тот момент женщина еще была жива, но реанимационные действия не дали результата. По предварительной информации известно, что пострадавшей было 43 года. Она приехала в Бобруйск из Могилева на курсы повышения квалификации в медколледже. Работала медсестрой в Могилевской больнице. 20 июня ее мать обратилась в милицию с заявлением о том, что ее дочь не выходит на связь. В тот же день, в 2016, трагедия произошла на перегоне Бобруйск-Мирадина. Поездом межрегиональных линий Бобруйск-Минск была смертельно травмирована 25-летняя местная жительница. Женщина поднималась от коса на второй главный путь, увидела приближающийся поезд по первому главному пути. На этом участке установлена скорость 140 км в час. Ишла навстречу поезду по первому главному пути. Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Все это произошло в 500 метрах от обозначенного переезда. Как сообщает Вечерний Бобруйск, погибшая бобручанка являлась инвалидом второй группы. В 2017 году она находилась в розыске и только в феврале 2018-го нашлась в одной из психиатрических клиник Москвы. Сегодня следователи выясняют подробности ЧП с женщинами и устанавливают, были ли это попытки суицида или трагические случайности. Проводится проверка. В Бобруйске по сообщению Следственного комитета республики некоторое время назад пропал мужчина. В 2014 году его квартиру попытался незаконно продать другой человек. Тогда группа лиц дала обвиняемому паспорт гражданина Российской Федерации, а также поддельную доверенность на имя пропавшего. За тысячу долларов мужчине предложили собрать все необходимые документы и продать квартиру. Ее примерная стоимость – 40 тысяч рублей. Но в риэлторской конторе ему пояснили, продажа невозможна без присутствия хозяина жилища. Сегодня обвиняемый находится под стражей. Его действия квалифицированы как покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Дело передано прокурору для направления в суд. Гибель на воде. Бобручанин утонул, когда перевозил компанию через реку на самодельные лодки. Несчастный случай произошел на территории Светлогорского района вечером 20 июня. 59-летний Бобручанин предложил свою помощь компании, которой не на чем было переправиться на другой берег Березины. На самодельные лодки он пообещал перевезти через реку троих мужчин. Примерно на середине пути самодельное плавсредство стало набирать воду через борта, а затем лодка перевернулась. Пассажиры смогли доплыть до берега. Хозяин – нет. Тело пропавшего нашли днем 22 июня на Отмели в 6 километрах ниже по течению реки от места трагедии. В этом году это уже пятый случай утопления Бобручан. Проезд без чека на живоперевозчика. В течение двух лет Бобруйское предприятие уклонялось от налогов. Деньги за проезд в 50% случаев были сокрыты от государства. Как это работало и что сегодня грозит предпринимателю, пояснили сотрудники УДФР. Проезд в междугородном маршрутном такси без чека. Казалось бы, простая формальность. Для пассажира, если он не в командировке, разницы никакой. Для перевозчика – живые деньги. С 2016 по 2018 на этом наживался Бобручанин. Хозяин фирмы вместе с заместителем давал водителям указание не проводить выручку через кассовый аппарат. Если пассажир требовал кассовый чек, то ему все-таки он выдавался. А в принципе, если вопрос от такого не поступало, то сами водители не выдавали кассовые чеки. Проверка показала – не выдавалось 50% чеков. Соответственно, налоги предприятие исчислило не из всей суммы полученной выручки. Это привело к неуплате в бюджет налогов на 85 тысяч рублей. В отношении директора предприятия и его заместителя возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере. Оба вину полностью признали и выразили готовность оказывать содействие следствию. И добровольно возместили в бюджет незаконно присвоенную сумму. Согласно статье, мужчинам грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Пока все 27 автомобилей курсируют по маршруту Бобруйск-Минск-Бобруйск, но находятся под арестом. Три ДТП с пострадавшими в Бобруйском районе на этой неделе не обошлось без аварий с серьезными последствиями. Так, 23 июня в 19.15 42-летний бобруйчанин, управляя автомобилем «Фольксваген», не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на придорожное дерево. Потребовалась госпитализация. Сегодня жизни и здоровью водители ничто не угрожают. В Бобруйске за 7 дней 41 ДТП. В одном пострадал мотоциклист. На этих фото ДТП, которое произошло 26 июня в 7.30 утра. Водитель мотоцикла двигался по улице Гагарина в крайней левой полосе и не выбрал безопасную дистанцию. Результат – столкновение с Лифаном. Автомобиль двигался впереди. С полученными травмами 51-летний мотоциклист был госпитализирован. Как пояснили сотрудники ГАИ, несоблюдение дистанции и в целом отсутствие культуры на дороге – сегодня основные причины ДТП. В топе мест происшествий – перекрестки и пешеходные переходы. Пешеходы, не глядя по сторонам, выходят на проезжую часть дороги. Так же, как и водители, проявляют невнимательность, подъезжая к пешеходным переходам. В целях профилактики 28 июня в городе пройдет единый день безопасности дорожного движения. Внимание госавтоинспекторов будет приковано к автовладельцам, а конкретно соблюдение ими скоростного режима и наличие перестегнутых ремней. 12 дел по линии наркоконтроля, треть из которых за сбыт. Бобруйские оперативники выявили в доме одного из местных жителей нарколабораторию с необходимым оборудованием и прекурсорами. Мужчина изготавливал особо опасное психотропное вещество – амфетамин. Наркотик изъят, химику грозит солидный срок. В отличие от горе-садоводов, сегодня за ними особый контроль. С 1 июня по 15 сентября на территории Республики Беларусь проводится специальная программа «МАК». Цель данной программы – выявление уничтожения посеев наркосодержащих растений, таких как «МАК», «Конопля». Напомним, за выращивание наркосодержащих растений на приусадебных участках предусмотрен штраф до 20 базовых. Дело с табачным привкусом. Оперативники на границе с Российской Федерацией задержали легковой автомобиль. В нем 36-летний бобручанин перевозил табачные изделия белорусского производства на сумму 15 тысяч рублей. Всего было обнаружено 19 тысяч пачек сигарет. По словам водителя, табачные изделия он приобрел в торговых объектах в Минске и Бобруйске, якобы для личного пользования. Сигареты в блоках были упакованы в картонной коробке и спрятаны под покрывалом. Груз изъяли. Однако у правоохранителей есть основания полагать, что приобретал и перевозил сигареты бобручанин для перепродажи на территории Российской Федерации. По данному факту проводится проверка. Мужчина подозревается в незаконной предпринимательской деятельности. По сведениям Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облсполкома, всего с начала 2019 года сотрудниками органов внутренних дел из незаконного оборота изъято 476 800 сигарет различных наименований на общую сумму 154 тысячи рублей. По линии МЧС за неделю два пожара. Обошлось без пострадавших. В городе стихия бушевала днем. 19 июня на номер 112 поступило сообщение. На Минской горит хозпостройка. В момент прибытия на место пожарных расчетов кровля была объята пламенем. Огнеборцам удалось быстро ликвидировать возгорание. Но спасти сарай не удалось. В ЧП никто не пострадал. Причина устанавливается. Однако из наиболее вероятных – неосторожное обращение с огнем. Ранним утром 20 июня сообщение поступило о загорании дачного домика в деревне Слободка по улице Затишанской в Бобруйского района. Когда на место прибыли спасатели, наблюдалось уже горение кровли. В результате оперативных действий удалось спасти строение дома. По предварительной информации в доме людей не находилось, что и подтвердилось в результате разведки. Огонь повредил стены строения и часть металлической кровли. По факту проводится проверка. Среди наиболее вероятных причин происшествия – занос постороннего источника зажигания. Если вы стали очевидцем резонансного происшествия, присылайте свои видео на номер 115-19-00, код 029. На сегодня это все. Берегите себя. Увидимся через неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА